МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости. В студии работает Лиля Виджат. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение трех дней будет принято техническое решение по ликвидации последствий ситуации с испарениями на севере Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил после заседания оперативного штаба в Армянске. Он выразил надежду на то, что после полной отставки работы завода Титан ситуация улучшится. Глава Крыма призвал сохранять покойство и проинформировал, что повода для объявления чрезвычайной ситуации нет. Меру по отправке всех детей из Армянска в санаторий он назвал предупредительной. По его словам, нет никакой угрозы здоровью жителей северных регионов полуострова. Никакой абсолютно паники. Уверяю вас, даю честное слово, здоровью жизни граждан на сегодняшний момент угрозы нет. Это официальное заявление. Все дети из Армянска и двух деревень Красноперекопского района будут вывезены на отдых в санатории. Об этом сегодня утром сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это предупредительная мера, подчеркнул председатель Совета министров. Она принята в связи с тем, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма впервые превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» временно остановлен. Специалисты Российской академии наук решают, как нейтрализовать источник вредных выбросов в атмосферу. Напомним, в ночь с 23 на 24 августа все металлические предметы в Армянске покрылись липким ржавым налетом. Сергей Аксенов в Армянске встречает толпа взбудоражных людей. Они обеспокоены тем, что всех детей города только сейчас. Спустя почти две недели после первого химического выброса вывозят в санатории. Глава Крыма пытается успокоить горожан. По его словам, все дни ситуация тщательно мониторилась. Пробы брались шесть раз в сутки и только сегодня ночью зафиксировано превышение допустимых норм. Определенный источник – это озеро Кислотонакопитель, завода «Титан», который впервые, то есть за время наблюдения, вообще впервые, то есть как бы высох до такой степени, впервые. Никогда подобной ситуации вы жили здесь и до этого, никогда подобной ситуации не было. Причина образования конденсата в перепаде температур ночных и дневных. Поэтому, то есть концентрация превышала допустимые нормы, вот сейчас, то есть только в ночное время превысило, в ночное время. И хотя угрозы для здоровья населения по-прежнему нет, почти три тысячи детей из Армянска решено вывезти в здравницы Крыма. Школьники вторых, одиннадцатых классов поедут к сопровождении учителей, первоклассники и малыши дошкольного возраста будут отдыхать в санаториях с мамами. Дорога проживания и питания – все за счет государства. Автобусы уже выехали в количестве 25 автобусов. Эти автобусы разъедутся согласно спискам под школы. В определенное время мы это время сообщим. Сейчас время зависит от учителей, от директоров, которые формируются. Вместе с детьми из Армянска принято решение вывезти в санатории и детвору соседних деревень – Филатовки и Пятихатки Красноперекопского района. Все те меры, которые будут приниматься по отношению к городу Армянску, будут приниматься и по отношению к этим селам. Прежде всего, это будет касаться деток, которые будут иметь возможность выехать и отдохнуть на протяжении ближайших недель, пока здесь не будет уже наведен порядок и устаканена вся ситуация. Несмотря на беспокойство, жителей только 17 человек обратились за медицинской помощью к врачам. В основном люди жалуются на затруднения дыхания и раздражение кожных покровов. Медицинские работники отмечают обращение граждан, в основном с нетяжелыми проявлениями раздражающего действия, аллергического действия, на кожные покровы, слизистые носоглотки и конъюнктивы глаза. В стационаре и в поликлинике города Армянска и Красноперекопска нет стационарно помещенных людей с симптомами токсического поражения каких-либо органов. Специалисты Российской Академии Наук, главный санитарный врач России, представители МЧС, крымские профильные ведомства – все изучают экологическую ситуацию на севере Крыма и пути нейтрализации источника химических выбросов. Для начала остановили работу завода «Титан». При этом зарплату работники получат в полном объеме. По согласованию с руководством предприятия будет остановлен завод «Титан». Второе, то, что на данный момент не угрожает жизни людей. Специалистами рассматриваются самые смелые варианты решения проблемы. Вплоть до перекачки воды из Каркиницкого залива. Вей пересохший кислотонакопитель, ставший источником вредных выбросов, занимает площадь в 42 квадратных километра. На его увлажнение необходимо 30 миллионов кубометров воды. Пока ученые ищут решение проблемы. Ситуация на севере Крыма находится под контролем. Угрозы здоровью жителей Армянска и Красноперекопска нет. Российские пограничники объяснили задержание украинского судна в Черном море. Рыбаки осуществляли незаконный промысел вблизи Крыма. Это стало причиной задержания, пояснили в пограничном управлении ФСБ по республике Крыма Севастополю. По данным пограничников, на борту судна находилось 4 гражданина Украины, жители Одесской области. В ходе опроса капитан и члены экипажа признали, что занимались поиском и разработкой мест добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Сегодня с самого утра Симферополь встал в пробках. Движение сразу на нескольких городских улицах было затруднено. Транспортные заторы наблюдались на Севастопольской, Гражданской, улице Крымских партизан, Дмитрия Ульянова, Балаклавской и других магистралях Центрального района Симферополя. Еще хуже была ситуация на улицах Трансформаторная и Генерала Васильева. Там произошли ДТП, машины продвигались с минимальной скоростью. Хлеб в Крыму подорожает. Главная тема на интернет-площадках полуострова. Первопричина – резкое повышение цен на зерно. Когда и на сколько изменится стоимость хлебобулочных изделий в нашем сюжете? Подорожание хлеба в Крыму – одна из самых обсуждаемых тем. Предварительные прогнозы обусловлены повышением цен на пшеницу. По словам руководства Симферопольского комбината хлебопродуктов, стоимость зерна в сравнении с показателями прошлого года увеличилась в среднем от 10 до 15%. Стоимость на сегодняшний день по отношению к прошлому году действительно увеличилась. Общеизвестный факт, что в этом году в связи с достаточно сложными погодными условиями был неурожай пшеницы, в том числе и продовольственные группы. Выкладываем запросы котировок, торгуемся на понижение на площадках. Делаем максимально все для того, чтобы приобрести продовольственную пшеницу 3-4 класса по более или менее приемлемым ценам. Причин, как пояснили несколько, это и засуха, и ориентир на курс доллара, и повышение цен на остальные компоненты муки. Казалось бы, логичное и дальнейшее подорожание конечного продукта – хлебобулочных изделий. Однако на крупнейшем предприятии Республики Крымхлеб уверяют, что в ближайший год цена останется прежней. Правительству Республики Крым поставлена задача цену на хлеб удержать. Есть ряд мероприятий, разработан план мероприятий, уже принимаются меры определенного характера Министерства сельского хозяйства в лице Римшина Андрея Васильевича. Если они будут все доведены до конца, будут приняты эти меры, то цена на хлеб не будет поднята однозначно в этом году, без вариантов. Как компенсируют убытки на предприятии Крымхлеб нам пока не объяснили, но уверили, что цена останется прежней как на формовой хлеб, тот самый кирпич, так и другие виды хлебобулочных изделий. По поводу повышения еще такого разговора не было, но если повысится хлеб, то минимально. Не думаю, что будет большая цена и упадет спрос на хлеб. Также будут приходить и будут брать хлеб всему голова. Для государственного предприятия повышение цен на пшеницу может и не проблема, а вот частным пекарям придется покупать муку дороже. И всеми любимые лакомства из тандыра, лепешки и самса точно могут подорожать. Энвер Аблизи, Сервина Миралиев, телеканал Миллет. Новый терминал международного аэропорта Симферополь обслужил 3 миллиона пассажиров с момента его открытия. Это около 30 тысяч пассажиров на вылет и прилет в сутки. Чаще всего в Крым прилетают семьи с детьми. Юбилейным пассажиром стала жительница Калуги Юлия Космакова, прилетавшая в Крым на отдых с сыном. Школа номер 40 Симферополя получила новый современный спорткомплекс. Стадион предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований по футболу и легкой атлетике. Спортивный комплекс состоит из футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек, футбольной и баскетбольной площадок. Также обустроена трибуна для зрителей. Площадки мы такие делаем каждый год. В этом году мы сдаем три таких площадки. У нас в планах на следующий год еще несколько спортивных, кластер спортивных при школах. Это такая перспективная задача администрации, городского совета, депутатов Республики Крым, чтобы в каждой школе был такой стадион. Сегодня в Крымско-Татарском драматическом театре состоялась конференция с представителями Совета Крымско-Татарского народа и новым художественным руководителем. На собрании были обозначены приоритетные планы работы. По словам директора, все премьеры и масштабные проекты на первое время останутся без изменений. В дальнейшем репертуар и творческие задумки потерпят серьезных изменений. Планов у нас много. Вскоре, 6 сентября, состоится премьера нового юмористического концерта «Ой, на их кулеек». Приглашаем всех, приходите. Уверена, многим понравится, захотят еще раз прийти. В октябре состоится еще одна премьера. К нам придут новые молодые режиссеры. На данный момент у нас новый художественный руководитель Эльдар Джалилов. Будем работать, будут новые номера. И, конечно же, с приходом новых молодых актеров со временем поменяется и репертуар. Представители Совета Крымско-Татарского народа отметили, что приход нового директора – это новый этап в жизни Крымско-Татарского театра. Рассказывают, что кандидатуру поддержали единогласно как Министерство культуры, так и актеры. Так как ее жизнь напрямую связана с театром, она на протяжении долгих лет работала замдиректором в этом же театре и закончила режиссерский факультет. Коллектив театра готов к переменам. Хотят и горят желанием плодотворно работать. И в этом направлении мы желаем им удачи. Дай Аллах нам видится на новых хороших премьерах и постановках. С 8 сентября в Симферополе изменится схема дорожного движения. Пять улиц в городе станут односторонними. О причинах нововведений расскажет Султаней Стокаева. Односторонние движения ведут на пяти улицах Симферополя. Соответствующие знаки появятся после 8 сентября. Они будут размещены от бульвара Франко до проспекта Кирова. Это позволит значительно упростить движение в этом оживленном районе. Изменения коснутся пяти улиц. Так, по Менделеево можно будет проехать только в сторону Кирова. В обратном направлении будет открыто движение по улицам Попова и Декабристов. По Тренево транспорт будет двигаться от бульвара Франко до улицы Хмельницкого. А по Хмельницкого только в сторону Декабристов. Мнения водителей по этому поводу расходятся. Да нормально что. Одностороннее движение надо обязательно водить, потому что машины негде стоять. Очень много машин. И будет хорошо, если только будут машины стоять с одной стороны по ходу движения. Остановка. Стоянка, остановка. Вот тогда будет удобно. С одной стороны удобно, потому что будет меньше припаркованных машин и удобнее будет добираться. А с другой стороны мне необходимо будет сделать круг, чтобы вернуться опять на проспект Кирова и уезжать туда, куда мне нужно. Глава Симферополя отметил, нужно разгрузить город. Утром и вечером этот район становится проблемным. Проехать зачастую просто невозможно. Слишком узкая проезжая часть и припаркованный транспорт. Вот две основные причины транспортных заторов. Машина не уменьшается, только увеличивается. Безвыходная ситуация, поэтому мы должны будем работать. Если кому-то что-то неудобно, ну что, придется смириться с этим, потому что иначе всем будет неудобно, все будем стоять в пробках. Вот такая ситуация. Сейчас уже принят проект. В паспорта улиц внесены изменения. В первое время автоинспекторы будут следить за ситуацией на дорогах и предупреждать водителей. В этом курортном сезоне в Крыму отдохнуло почти на 30% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк. По его словам, к концу августа Крым посетило свыше 5 миллионов отдыхающих. Популярность полуострова среди туристов растет и за счет доступности курортов Крыма. Это стало благодаря строительству моста. Сейчас полуостров приближается к рекорду, который держался 25 лет на Украине. 6 миллионов туристов за год. Крым лидирует и в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелек. КФУ планирует закончить ремонт в общежитиях до конца октября. Об этом сообщил проректор по академической административной политике университета Владимир Курьянов. Он рассказал, что во втором общежитии будут отремонтированы все санузлы, все комнаты, заменена мебель. Комфортнее станет и студентам медицинской академии. В их общежитии проходит косметический ремонт, комнат, замена труб, отопительных приборов. На данный момент идут работы и в учебных корпусах. Сроки окончания работ плановые – это конец октября. Работы начатые. Они уже находятся, так сказать, в разгаре. И мы очень надеемся, что подрядчик сроки нам не сорвет, потому что это создаст очень большие трудности для наших студентов прежде всего. А вот Крым накрыла волна здоровья. Это теплоходный тур с бригадами квалифицированных врачей и высокотехнологичным диагностическим оборудованием. Специалисты планируют за два дня обследовать три сотни крымских детей. Как прошел первый день оздоровительной акции, смотрите в нашем следующем сюжете. Вот он, тот самый знаменитый теплоход. Его главный груз – здоровье. Уже 13-й раз он совершает путешествие по городам России с целью излечить подрастающее поколение. В этот раз пункт его назначения – Крым. Главная цель акции – это оказание помощи детям с врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и многими другими нозологиями. В нашей работе принимают участие семь федеральных центров. Не просто приехали врачи из федеральных центров, а это самая высокая квалификация и самое точное оборудование для того, чтобы конкретно определиться по каждому ребенку. Стартовала акция 2 сентября в Сочи. Затем делегация врачей посетила Новороссийск. За два дня они обследовали 393 ребенка. Сегодня их с радостью встретили в детско-республиканской больнице имени Титова. Есть мембрана, есть недостаточность. У маленькой Даны врожденный порок сердца. Она борется с недугом почти 4 года. Мать девочки не теряет надежды и хватается за любую возможность вылечить ребенка. Мы вообще едем в Москву на операцию. Мы собираем документы. Будем госпитализироваться в Москву. За первый день акции в Крыму врачи осмотрели сотни пациентов. Некоторых из них в скором времени направят в Центр сердечно-сосудистой хирургии для необходимой коррекции, поскольку на полуострове сделать некоторые операции невозможно. В Крыму отсутствует своя кардиохирургическая помощь, поэтому они не могут оказывать специализированную высокотехнологическую медицинскую помощь и нуждаются в помощи регионов. Ну и в первую очередь, безусловно, на помощь приходит институт имени Балкалера. Также крымчанам представили мобильные диагностические лечебные комплексы. Современное оборудование дает возможность оказывать необходимую помощь в экстренных ситуациях. Ребенок или любой человек определяет свои резервы, получает рекомендации, то есть он может их изменить, он может быть здоровым и не обращаться к врачу. Волна здоровья продлится до 7 сентября. Завтра медицинские специалисты отправятся в Ялту. Также в рамках акции на полуострове проходит ряд мероприятий с целью популяризации здорового образа жизни. Фатимисий Дометова, Ирвина Миралиев, телеканал Милет. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин